Новый номер «Шарли Эбдо» поступит на прилавки в будущую среду, спустя ровно неделю после теракта, унесшего жизни девяти сотрудников издательства. Сейчас журнал, который еще совсем недавно испытывал трудности из-за низкой популярности, больше нуждается в человеческом ресурсе, чем во внимании к своей работе. Как пережить трагедию и остаться верными, делал всей жизни в репортаже телеканала ТФ1. Улица Беранже, третий округ. Неполная команда редакторов сатирического еженедельника «Шарли Эбдо» прибыла в штаб-квартиру ежедневной газеты «Либерасьон». Потрясенных недавней трагедии журналистов горячо встречают коллеги всего спустя несколько дней после смертельной атаки. Они вынуждены выпускать журнал в обстоятельствах, которые вам хорошо известны. Возможностей не так много, как и прежде. Нужно собраться, вы понимаете, в узком кругу близких людей, чтобы перевязать раны. Ребята из «Шарли» наши добрые друзья. И это хорошая возможность поддержать развитие журналистики во Франции. Так, будто ничего не произошло. Спустя некоторое время к совещанию в «Либерасьон» присоединились премьер-министр страны Манюэль Вальс и министр культуры Флёр Палерен, чтобы выразить поддержку шокированным журналистам. А еще чуть позже редакция рассказала на пресс-конференции о подготовке будущего номера. «Мы продолжим делать то, что делали. В следующую среду выйдет обычный номер еженедельника со всеми карикатурами всех наших художников, со всеми нашими редакторами». «Со среды в «Шарли» отовсюду приходили предложения о помощи». Вплоть до этого дня журнал упорно трудился, чтобы выжить. У него было всего 10 тысяч подписчиков. Еще месяц назад «Шарп» призвал людей жертвовать деньги еженедельнику. Да, это правда, так и было. Следующий номер выйдет тиражом в один миллион экземпляров. Со дня теракта «Шарли Эбдо» фактически невозможно найти в печатных киосках. Журнал «Выживших», как они сами себя называют, сможет воспользоваться поддержкой новых верных читателей. За два дня на него подписались еще 13 тысяч человек. Это время надежды для «Шарли Эбдо», который ни тогда, ни сейчас не дает себя запугать. Продолжение следует...